Добрый день! В эфире ток-шоу в фокусе. Актуальные новости в главной беседе недели. Сегодня у нас в гостях приморский журналист и фотограф, руководитель медиалаборатории Недальний Восток, а также преподаватель школы искусств и гуманитарных наук Елена Белова. Здравствуйте, Елена. На мой взгляд, у вас очень интересная, очень насыщенная жизнь. Вот скажите, откуда у вас столько энергии и желания постоянно развиваться, узнавать что-то новое, искать себя в разных направлениях? Знаете, мне кажется, что я очень сильно опаздываю жить, потому что пришла к своей профессиональной такой специализации уже около 30 лет. Поэтому мне кажется, что вот-вот жизнь уже закончится, а я еще ничего не сделала. Поэтому какой-то толчок внутренний всегда есть. И мне кажется, что надо делать больше, больше, больше и больше. Елена, вы предпочитаете оставаться для студентов человеком без отчества? Просто Елена. Можно узнать? Почему? Про отчество, ну, мне кажется, его просто очень долго выговаривать, потому что Леонидовна, там вот эта буква Д, и я не могу смотреть, как студенты коверкают мое отчество. А вместе с именем это еще вообще тоже страдания полнейшие. А не считаете ли, что это является нарушением этики университета? Нет, не считаю. Мне кажется, что наоборот принято в международной сфере профессиональной и федеральной обращение по имени и на вы. То есть для меня это комфортно. Я человек без степеней, я не президент какой-нибудь республики, и мне достаточно, чтобы вы мне говорили «Елена», но соблюдали такую вежливость с точки зрения «Вы». Елена, на сайте медиалаборатории «Недальний Восток» вы написали, чтобы было с кем менять мир, я верю в школьников и студентов. Вот после начала преподавания в нашем университете не ушла ли эта вера в студентов? Я не так давно преподаю, чтобы разочароваться в студентах, но мне кажется, что сегодняшнее поколение и ваш курс, с которым я занимаюсь, они очень интересные и очень разные. И хотя я смотрю и вижу, что некоторые ребята уже разочаровались в профессии журналиста по разным причинам, я не знаю предысторий, вот мне, тем не менее, важно у каждого понять, какие есть сильные стороны, потому что журналистика — это же такая история, когда вы, даже не будучи профессиональным журналистом, не работая ни в газете, ни в журнале, вам это все равно поможет. И даже когда я вам рассказываю про подкасты, про документальные фильмы, и говорю, ребята, вы сможете, вы справитесь, это все равно когда-нибудь лет через 5-20, может быть, щелкнет у вас, что-то в голове, вы поедете снимать какой-нибудь документальный фильм, например, как Юрий Дудь, который буквально недавно выпустил фильм про Колыму. Мне кажется, это очень круто. А чем отличается, на ваш взгляд, наше поколение журналистов от того, когда еще учились вы? Ну, я не училась на журналиста, бог миловал. Почему? Ну, это шутка. На самом деле, я должна была поступать на журналистику и уезжать в Владивосток, потому что я родом из маленького города Находки. Но на тот момент времени такой возможности не было, и я поступила на психологический факультет, закончила его с красным дипломом, и мне про журналистов того времени очень мало что есть сказать, потому что к журналистике я вернулась только, ну, вот, где-то к концу 20 лет, ну, к началу 30. Я думаю, что особо ничем не отличаетесь, вы такие же обычные студенты, только технологии вокруг поменялись. Да, я тоже так думаю. А почему вы решили все-таки стать журналистом, если получили образование психолога? Просто были такие обстоятельства, которые меня снова привели в профессию, и я до сих пор не могу сказать, что я на 100% журналист. То есть мне кажется, что я больше человек, которому подходит, оно немножко такое громкое название, но больше похоже на то, чем я занимаюсь. Это медиа-менеджер, то есть менеджер в сфере медиа, человек, который понимает, как устроены процессы, который, предположим, может сам писать, может сам монтировать, либо фотографировать, но, тем не менее, ни одно из этих направлений не является его основным. Но зато он может управлять, например, каким-то медийным коллективом или запускать новые проекты. Хорошо. А вы готовитесь к парам? Да, безусловно. Ну, я делаю презентации, потому что они помогают мне упорядочить смысл того, что я хочу сказать. Но иногда бывают такие практики, либо лекции у нас, когда мне важно работать только на контакте со студентами. То есть я задаю тему, и мы начинаем прогонять, ну, как мозговой штурм получается. Мы разбирали один из материалов «Медузы» про майские указы, и мне было очень интересно понять, насколько быстро вы умеете мыслить. Это было очень круто наблюдать, как вы реагируете. То есть это прям шикарно. И что в итоге мы быстро реагируем? Да, очень быстро. У вас есть люди, которые моментально вступают, очень быстро анализируют, дискутируют и предлагают пути решения. Вот, ну, еще вы очень быстро все умеете гуглить. Ну, в смысле, это, мне кажется, для сегодняшнего поколения это достоинство, потому что все равно мир меняется. И если у нас есть возможность узнать информацию где-то еще, а не накапливать ее постоянно у себя, то это хорошо. Ну, хотя на это смотрят с двух сторон. Ну, то есть смотрят с одной стороны, что, ну, вот раньше, например, мы могли сказать вот столько-то фактов, не заглядывая ни в какие словари. Сейчас мы ничего этого не помним, но мы знаем, что можно забить в гугл и все посмотреть. Вот, но это просто меняется инструменты познания мира, как мне кажется. Но для старой школы, возможно, это считается не очень позитивным. Для старой школы журналистов. Вы считаете себя молодой школой журналистов? С точки зрения возраста вроде бы нет. Я должна относиться к старой школе журналистов, но так как проект, который я делала, Владивосток 3000, он изначально был немного необычным для города, ну, именно для Владивостока, то я изначально была несколько в новой школе. Ну, и вообще это такое деление, оно очень утрированное. Да, я поняла. Вот вы сказали про проект Владивосток 3000. Он сейчас заморожен? Да. И хотелось бы узнать, почему? Просто нет людей замотивированных в том, чтобы его финансировать, а при том охвате, который он дает, зарабатывать на нем не получалось. Вот. Поэтому все банально и упирается в деньги. И в управленческие ошибки, безусловно. И с моей стороны тоже. А вот не страшно ли начинать новое дело после завершения, ну, какого-то провального, грубо говоря, дела? Вот у вас заморозился проект Владивосток 3000. Не страшно было начинать недальний Восток? Ну, я бы не сказала, что провального, потому что проект существовал около пяти лет, и он свою задачу выполнил, потому что задача Владивостока 3000, по сути, была поднять на такой пласт молодых, творческих, активных людей и сформировать некое комьюнити, которое стремится к современному образу жизни и которое, например, хочет жить интересно во Владивостоке, но из него не уезжать. Вот эту задачу Владивосток 3000 выполнил. Но начинать не страшно никогда, потому что если я долго чего-то не делаю, какого-либо проекта, мне становится скучно. Я вам всегда на парах говорю, главное, чтобы не было скучно. Мне, по крайней мере, точно. Ну, то есть вам так может быть сложно и обидно, и больно, а мне хотя бы скучно не будет. И тем более это два разных проекта. Один образовательный, а другой был медийный. А вот ваш проект, медиапроект, «Недальний Восток». Да. Вот эта игра с Дальним Востоком, ну, вот игра в названии. Почему? Чем она обусловлена? Когда я его придумала, я уже знала о том, что есть в Москве ресторан, который называется «Недальний Восток», но это меня не остановило. И, в общем, для образовательного проекта «Недальний Восток» это значит, что чтобы Дальний Восток стал понятнее, Дальний Восток стал ближе тем людям, которые о нем там меньше знают, либо, например, живут на Дальнем Востоке, но от друг друга не знают. Ну, это такой захват был именно на регион, на федеральный, да, ну, на Дальний Восточный, федеральный округ. Но на самом деле мы сконцентрированы сейчас на Приморском крае. Вот это наша задача, чтобы Приморский край немножко развивался чуть больше, чем сейчас есть. Поэтому мы ездим в небольшие поселки, в небольшие города и рассказываем про журналистику и документальную фотографию. Ну, и заинтересованы в развитии молодежной журналистики. Хорошо. Вот вы сказали про фото-журналистику. Вы еще и фотограф, и вы фотограф документальной журналистики. Вот скажите, как понять, что именно этот человек или вот именно этот объект могут стать документальным в фото-журналистике? Вообще героем документального проекта может стать совершенно как обычный человек, так и какой-то известный или необычный человек. Все зависит от вас и от вашей идеи, и задачи. И главное снимать только то, что вам будет интересно. А вам всегда удается раскрывать человека в фотоистории? Я такой не очень документальный фотограф, потому что документальных фотопроектов у меня еще пока нет, но есть отдельные снимки, которые можно назвать документальными. И на самом деле, когда я спрашивала, наверное, самого лучшего фоторедактора России, сейчас это Андрей Поликанов, который занимается проектом проектом «Такие дела», он посмотрел на мой инстаграм, он говорит, да, красиво, да, ты фотограф. Но это все бессмысленно. Елена, как вы понимаете, что написанный вами материал удачный? Наверное, когда коллеги более старшие скажут, что да, это неплохой текст. Но я бы не сказала, что из тех материалов, которые я делала, были те, за которые я бы сказала, что да, это очень хорошо. Помните, я вам говорила, что я больше медиа-менеджер, чем журналист, и с одной стороны это хорошо, с другой стороны плохо, но это как есть. То есть мне кажется, что у меня удаются интервью. Но опять же, сколько интервью надо сделать для того, чтобы понять, что они у тебя удаются. Если ты сделал два удачных интервью, это ничего не значит. В нашей программе есть специальная рубрика «Вопросы из шляпы». Вопросы подготовили сами студенты. Ваша задача вытянуть по одному номеру, всего их будет три, и коротко ответить на них. Хорошо. Семь. Седьмой вопрос. Вы считаете себя популярным человеком? Нет. Почему? Почему я не считаю себя популярным человеком? Потому что, мне кажется, вот Алла Пугачева в 70 лет на сцене городского, о господи, государственного Кремлевского дворца это популярность. Юрий Дудь это популярность. Не знаю, получить пульцарскую премию это популярность. Вот, я не популярна. Следующий вопрос. Самое сложное в моей жизни было получать двойки. Двойка. Торт или спортзал? Торт, конечно. Почему? Но мне торт нельзя. Елена, следующий вопрос. Самое сложное задание в моей жизни. Двенадцать. Люблю четные числа. Кому бы вы хотели сказать спасибо? Наверное, своей маме. Наша финальная рубрика называется «Даренный конь». Каждый пришедший гость должен оставить небольшой символический подарок нашей студии. Он останется в нашем музее и будет нам напоминать о вас. «Даренный конь». Это книга которая называется «Исключительные». И она о ребятах, которые с детства дружат друг с другом, но кто-то чуть более талантливый, кто-то чуть менее талантливый. И в процессе того, как их как они взрослеют, оказывается, что иногда даже самый незаметный человек может стать самым исключительным. И возвращаясь к тому моменту, помните, на сайте «Недальнего Востока» я верю, что я смогу изменить мир именно со школьниками и студентами. Я очень хочу, чтобы вот этот вот роман это тоже символизировал. Любой человек может быть исключительным для кого-то другого. Вот. Хочу, чтобы вы прочитали и еще написали мне реферат на 20 страниц по этой книге. Пожалуйста, Виктория. Спасибо большое. Спасибо. Реферат это замечательно. Сегодня в фокусе нашей программы была известная владивостокский журналист и фотограф Елена Белова. Елена, спасибо, что пришли к нам. Мы фокусируемся на том, что вам интересно. Спасибо за просмотр. Следите за нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова